Всем привет, друзья и товарищи! С вами Рин. Мы продолжаем проходить финальный сезон Ходячих Мертвецов и готовы открыть третий эпизод под названием «Сломанные игрушки». В прошлой серии Дельта в лице Лили, Абеля и еще кое-кого таки добралась до Эриксона. Они хоть и потеряли несколько своих людей, но в итоге забрали и наших – Вайлет, Амара и Асима. И теперь оставшиеся ребята, я думаю, должны сплотиться еще сильнее для того, чтобы придумать план по возвращению своих друзей назад. Или уже не назад, а куда-нибудь вперед, поскольку что-то, мне кажется, это событие потолкнет Эриксон к распаду. Не то, чтобы прям вот к распаду, что они все разойдутся разными дорогами, хотя и этот вариант не исключен. Во всяком случае, наверное, они отправятся в дорогу, как это раньше делала Клем. Уже не будут сидеть на месте, как раньше. И, конечно, если они слишком много времени провели вместе, для них… провели, сидя на месте, я хотела сказать. Для них это будет трудновато все время путешествовать. Они ведь не Клем, которая практически все вот это время, что идет война с ходячими, передвигается туда-сюда. Ну, давайте будем начинать. Во всяком случае, с Эй-Джеем все в порядке. Он жив-здоров, пока не укушен. Клементина тоже. Уже только из-за этого я могу быть спокойна. Ну, и Луис еще с нами. Его там и спасли, в отличие от Вайлет. Мне теперь перед ней немного стыдно, но что поделать? Ну, я до сих пор раз согласна. Я думаю, что мы никогда не возвращались. Тогда… А.J. и я были атакованы от Абла. Один из рейдеров, который Марлин отдал двинцы. Он был с человеком, который я думала, что никогда не увидел снова. Лили. 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 Я бы на месте Клем просто прострелила бы этому ублюдку башку и даже не спрашивала бы у него ничего. Я понимаю, что он может нас вывести на Дельту, как, например, мне просто это напоминает новый рубеж, когда мы Макса оставили в живых для того, чтобы он перед Джоан покаялся, что он ее слушался, и якобы Джоан тогда... Мы ее могли, короче, на чистую воду вывести. А, мне кажется, вот сейчас я думаю, оставь мы его в живых или убей, и ничего бы не поменялось. Ну, мы же знаем, чем там все закончилось. Во всяком случае, в моей истории. Головы ходячих по-прежнему торчат на кольях. Боже мой, я просто... Пока я пыталась тут всех их перебить, когда у меня тормозила игра, я просто возненавидела этот двор. Если бы вы только знали. Руби, там уже могилу копает. Руби, там уже могилу копает. И... И Митч смотрел на меня. Люди сказали, что он был дурак иногда, но он всегда был приятный мне. И теперь он умер. Ставьте в глаза, который никогда не знал его имя. Ну, смотри. Это не все. Я помню, что люди, которые то сделали, мы их вернемся. Они бы не погрешали в другом. Если Митч вернутся, он не рыía. Он решился по телефону к нашим друзьям. И он забрал руки из головы его. Я надеюсь, что вы его там крепко привязали, и он Эйджей ничё не сделает Какого чёрта, Вилли? Хоррэ, Вилли В смысле, зачем? Затем, чтобы солдат из них сделать. Чем слушал-то вообще? Да понятно, что ты... Хотя, блин А, любовь, все дела. Да, просто я это к чему? По зомби палкой с гвоздями своей, значит, он мог бить, ему было не жалко А тут такую скотину разговорить не получается Опять подвал Блин, у меня с этим подвалом связаны нехорошие воспоминания Броди и Марлон Кажется, что это было всё в прошлой жизни уже Я просто так давно игру не запускала Допросите Абеля Как это мило, давайте устроим допрос с пристрастием Я вообще человек миролюбивый, но не с такими сволочами, как он Тут... Чё тут у них вообще в подвале есть? Какие-то коробки, какие-то парты А, ну да, мы же находимся в школе-интернате, правильно, чё тут ещё может быть Я думаю Не особо-то много предметов тут есть, которые мы можем осмотреть А, подожди-ка, а что-то ведь здесь есть у нас Ммм, тем же самым скотчем тебя пытались удержать, верно? Ты знаешь, чё-то он был какой-то не очень прочный Стоп, а эта лужа крови, она что, от Броди до сих пор? Да ладно Так уже прошло... У них же две недели уже прошло, пока они готовились Чё, кровь до сих пор никто не отмыл? Она выглядит какой-то Слишком, мне кажется, насыщенного цвета Собачка, ты спасла мне жизнь Ты просто молодец Мне кажется, мы стали... У вас есть Рози, теперь это моя собака Мы стали её новой хозяйкой Офигеть А если бы мы её тогда не гладили... Вот правда, если бы не погладили, она бы нас не спасла И если бы сейчас не погладили, наверное, она бы и не стала нашей Ах, а представьте, она бы просто умерла от тоски После того, как Марлона похоронили Так, лестницы меня не пускают Да, ну правильно Давай, девочка, сторожи здесь тогда, а мы пойдём навестим мерзавца Ага Как он с ним управляется Так спокойно, как будто бы, не знаю... Как будто бы это естественно Самое отвратительное, что в их мире это естественно Ну чё, козёл? Ну я лично тебя стукну Просыпайся И лучше бы тебе говорить Старика? Чё? А тебе лет сорок на вид Поговори мне тут ещё о девочках, грязный извращенец Если ты пытался с Клементиной сделать то, о чём я думала, то не знаю Мне не надо Девочки, яился А-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка Первое, что ты научишься, я не могу сказать тебе что-то, если я уехал от болезни. Не сделай это сложнее, чем нужно, хорошо? Я просто хочу знать, где Лили took мои люди. Это не важно. В конце концов, когда она приезжает, она будет вернуться и вернуться домой за меня. Ты лучше дай мне 5-стар-триот. А злые дети, это хуже, чем злые взрослые. Я серьезно. Это страшнее. Йонатан, не Джонатан. Ричмонд. Ричмонд! Твою мать, Ричмонд. Там же Хави. Ну, он был прав, в общем-то. Если я буду его все время бить, он мне мало чего скажет. Мне нравится, как переводчики поработали здесь. Харе, харе, харе. Передний карман? Что там может быть? А, он же скручивал себе сигаретки из Библии. Ты у нас что, верующий, что ли? Был бы верующим. Наверное, не делал бы самокрутки. Видишь, что захотел? Ну, допустим. Дать ему закурить, затушить сигарету. Ну, ладно. Ой, что-то мне кажется, зря мы его покурить дали. Он совсем закашлялся. О-о-о. Да, уж. Это действительно плохо. А, ну, типа, конечно. Если бы мы тогда еще его убили, или если бы зомби его сожрали, было бы, наверное, проще. А теперь, когда он здесь сидит, мучается, и Джей видит это. Ты что, теперь будешь на жалость, Дэвид? Да твою мать. Ну, хоть признаешь это. Может, ты все-таки успеешь мне что-нибудь сказать еще дельное, прежде чем превратиться? Говори и посмотрим. Я не хочу с ним нянчиться и цацкаться. Только потому, что сейчас он на жалость дарит. Ты боишься? Я вижу страх в его глазах. Я не знаю. Наверное, я промолчу. Я ничего не могу на это сказать. А вдруг они и правда все чувствуют и все понимают? Хотя... Это знаете, на что похоже? Вот на игру там. Мне, например, мама в детстве так делала на день рождения. Под подушку положит записку. Там, поздравляю тебя с днем рождения. Твой подарок ждет тебя под кроватью. Я заглядываю под кровать, а там записка. Типа, на столе. Я бегу в кухню, смотрю на столе. На столе ничего нет. Только записка в шкафу. И вот так вот ты по всей комнате бегаешь. И потом только хорошо, если что-то находишь. Может быть и здесь так же? Он пытается просто отвлечь внимание. Или ты не врешь? Ха, смотри-ка. Явки, пароли. Все, что нам надо знать. Отлично. Как же ужасно, когда человеку приходится вот так унижаться. Я не хочу пить. Я не хочу пить. Ха-ха-ха. Ну раз он сам так умоляет. Я хочу... Дай мне держать мой лицо. А, и что ты хочешь-то тогда? Ножичком? Нет, Эй-Джей. А Клем в ее возрасте не хотела. Ну в смысле вот... В таком же возрасте, в котором сейчас Эй-Джей. Я его не жалею. Я просто исполнила его последнюю волю. Потому что любой имеет на это право. Каким бы козлом он ни был. Мне его не жалко, правда. Он вел себя совершенно по-мудацки. Ох, Эй-Джей, на что ты насмотришься и кем ты в итоге станешь? Если вообще кем-то станешь. Стоит и смотрит как завороженный. В третий раз посмотрим на красивую заставочку и послушаем песенку. Ладно, я не буду это вырезать. Ра, пускай будет. Я себе эту песню даже добавила. В плейлист. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вперед из песней. О, Вилли, давай ты теперь будешь из лука стрелять. Я не буду. Больше никогда. Ни за что. А Теннесси остался. Да, Вилли. Я думала, ты разумный. Плохо будет, если эти малые начнут ругаться между собой. Эй-Джей-то ведь может за себя постоять. Ох, что он может выкинуть? Мне страшно. Корабль. Я там что-то даже воду не увидела. Подумала, что корабль на суше стоит. Сейчас мне дадут управление, да? Готовлюсь заранее. Судя по всему, да. Понаблюдайте за рейдерами. Если бы еще знать, где эти ваши рейдеры вообще. Где они есть? Там у нас кто? Там у нас Эй-Джей. Может быть поговорить с ним? Или с Луисом сначала поговорить? Нет. Я уверен, что я помню, что я помню, что я помню. И от того, где я стою, выглядит, что пиро – единственное, что внутри. Так, найдите вход на лодку. Ага, вижу, что там кто-то стоит. Вот он, вход. Как в первом эпизоде, еще походу придется, не знаю, там, по стелсу проникать. Допустим. Что еще есть? Блин, классно, на самом деле, жить на корабле. Одна из моих мечт. Голубых. Голубая мечта идиотки. Там чел стоял, который был чем-то похож на барсука. Вайлет, точно. Под прицелом. Так. Ага. На что тут еще можно посмотреть? Рулевая рубка. Ну, скорее всего, они держат их внизу, на нижних этих уровнях. В машинном отделении или где-то еще. Вспоминаю монструм. Устройство корабля. Так, кстати, как корабль называется? СС, что-то там. С, опять же, не видно. Фиттжеральд. Блин, Фиттжеральд. Это не этот, не Искотт Фиттжеральд, который написал Великого Гэтсби? Может, его честь назвали? Мы проходили Великого Гэтсби, кстати, когда я в универе училась. Мы в оригинале должны были его читать и, не знаю, мне не понравилось. Показалось скучная и занудная хрень. Вроде как в фильме есть с Ди Каприо. Может быть, он и неплохой, но не знаю. Где? Ой, нет, пожалуйста. Давайте его только без ходячих. А, они сами с ними справились, но это уже лучше. У меня уже просто нервный тик скоро начнется. Можно использовать ходячих в качестве отвлекающего маневра. Если бы вот Джеймс нам в этом помог, было бы классно. Так, Вилли, давай-ка поговорим с тобой, друг. Мы еще отсюда, значит, можно что-то посмотреть. Разведайте местности, разработайте план. Сжечь или отцепить. Но я думаю, если там что-то полезное, то лучше их не сжигать. Это может быть там вообще бензин какой-нибудь. И тут кто-то охраняет. Прямо контрабанда. Только не фаер, пожалуйста. Я с ужасом вспоминаю горящих зомбаков, и я просто знаю, что с ними я не справлюсь. Если вдруг не дай боже придется из лука стрелять, это же будет полный. Так, подожди, я что-то пропустила. Взять кроличья лапка. А, это типа сувенира, что ли? Зачем, надо. О, боже. Это что, типа его амулеты? Кроличья лапка, ну даже не знаю. Ладненько. Раз Клем говорит, что позаботятся о ней, то так там и быть. Где Эджей? Эджей у нас где-то должен быть справа. Я очень-очень аккуратненько мышкой двигаю. По-моему, Эджей был вот здесь, но что-то я его теперь тут не наблюдаю. А, есть он, есть. Так, подожди, а как к тебе подойти? Как-то так. Лошадки были в Ричмонде, между прочим. Иисус ведь со своими ребятами, когда туда вернулся. Так. План неплохой. Так-то да. Где-то это было... А, ну да, знаете, чей это план? Это план Одиссея. Когда они на троянском коне прибыли, и когда все уже спали, там, Одиссей выбрался из этого троянского коня и швырнул факел куда-то. Все лошади убежали и люди начали убегать. Короче, это жесть. Но я не помню, как там, не знаю точнее, как там в оригинале было в книге, потому что я смотрела сериал по Кончаловскому. Вот. Но вообще из этого сериала я очень полюбила историю про Одиссея и хотела бы как можно больше про него почитать. Нужно избавиться от их лошадей. А вам дадут отсюда уйти? Че-то я сомневаюсь. А если вас заметят? Неужели нет? Даже странно. давай сено сожжем. Я думала, это разумнее, в любом случае. А если они разгадают, что это просто сено подожгли, может быть, если припасы, они бы больше зачесались, нет? Так для этого надо его найти. А где он? Рискованно. Значит, надо сделать так, чтобы они не пришли. Кто это? Это Робби, нет? Там вроде волосы рыжие были. А, это кто-то колет дрова. Это кто-то новый, судя по всему. Что ты собралась разузнать? Куда ты полезла? А это может быть Минни, кстати? Вдруг это она? Сколько там рейдеров? Где вы держите плену? А тут, по-моему, без разницы что-то спрашивают. Ну, я так и поняла, что это Минни. Симпатяшка. Подожди, а она сестра Тена? Чё-то не похоже. Совсем никак. Стрижечка у неё модная. Руби и Тен. Но Бороди не поэтому умерла. Но Бороди не поэтому умерла. Ну, слишком громко сказано. Она возглавила. Я ещё что-то испортила. Чего? Да, он бы смирился просто. Да, чтобы она не рассказала правду о вас. Минерва? Где Софи? Она... Она умерла, защищая меня без них. О, чёрт. Тену это не понравится. Господи, надо же нажать на кнопочки. И у меня, как всегда, руки далеко от клавиатуры. Ну, отлично. Их она не сдала. Разбежались. Разбежались. Я думаю, она... Она-то может быть и рада, что Вайлет забрали. Если они встречались. Ну, чёрт возьми. Ей так хорошо промыли мозги. Она ведь тоже ребёнок ещё. Но, с другой стороны, правда, ну что ей остаётся делать? А, тогда, получается, только Руби надо вводить в курс дела. Больше ж вроде никого не осталось. Ты тоже будь осторожен. Так что, вот так. Ну, вроде бы, они и план разработали, и всё продумали. Но я уверена на 99%, что всё к чертям полетит. Просто потому, что в этой игре по-другому не бывает. Вон, как они готовились. В Эриксоне. А что в итоге? Не, ну, конечно... Их не всех забрали, но всё-таки. Это прям как раненая Кейт. Вот тоже сидишь, дрожишь за ней и думаешь. Станет ей хуже, не станет. Конечно, не хочется думать о худшем. Ну, хорошо, что ты мне это сказал. Ну, хорошо. Здравствуйте, приехали. Не, ну, Клем, конечно, на своём пути... Она тоже бывала во многих убежищах. Ой, он так говорит, как будто Тен уже сто ошибок сделал. На них ещё и для трудных патронов. Ну, всё правильно. Митч вот был трудным, например. Доктор Лингард. Ну, знаешь, это надо с психологом прорабатывать. Психотерапевтам. Нужно найти помощь. Вот именно, где ты их сейчас найдёшь? Ну, а ты не делаешь глупости. Старая. Ну, она не друг, она семья. Клем заменила ему и мать, и отца, и вообще... Ну, хотя за отца у него был Кенни. О, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Только не это, пожалуйста. Нет, только не сейчас. Чё, их там много? Начинаем консерт. Я не хочу сейчас с зомбиками сражаться. Вообще не то настроение, если честно. Может, мы не будем их убивать? О! Слава богу, ты пришёл. Я могу, может быть, помочь, но... Маскка в кемпе. Внутри моего бака. Я не могу прощаться через херд, без него. Хорошо, тогда, давай поймать его. Пожалуйста, я просто... Я просто... Я просто... Я просто не убил их, не убивай их. Если вы их дистрируете, я могу спрятать и найти мою маску. Это лучше. Дистрируйте всех их? Пожалуйста. Пожалуйста. А вообще, мне бы хотелось, чтобы на этом моменте меня... Да, меня сохранили. И... Ребята, знаете чё? На этом моменте я серию закончу. Почему? Потому что они у меня выходят слишком длитными. Минут по 50. То есть, как это получается? Первые три серии эпизода вот реально где-то минут по 50. А последние минут 20. И... Не очень-то это хорошо. Поэтому надо как-то разумнее, наверное, записывать. Как-то установить более... Такой чёткий хронометраж. Ах... Ну что ж. Движемся вперёд. Несмотря на все трудности. Разрабатываем планы по спасению наших. И ни в коем случае не сдаёмся. Спасибо вам большое, что смотрели. Скоро. Увидимся.